Армяне порой забавляют, совершенно глупыми и бессмысленными высказываниями. Это показывает, что они полностью понимают сложившуюся ситуацию, но не желают искать пути выхода из нее, так как им, в таком случае, придется признать бандитскую суть оккупационной политики Армении. Но обо всем по порядку. Недавно посол доброй воли ЮНЕСКО АРА Абрамян сделал совершенно абсурдное заявление, он сказал. Сегодня в мире накопилось немало препятствий на пути экономического развития. Евразийское пространство не исключение. Для Армении это, транспортная блокада со стороны Турции и Азербайджана в нарушении всех международных правовых норм. Непонятно, что стоит делать после этой его речи, смеяться или плакать. Да, границы закрыты, но и причины этого ясны, война в Нагорном Карабахе, бесконечные притязания Армении на территории других государств и тому подобное. Если же говорить о нормах международного права, то возникает несколько вопросов. Во-первых, какие именно нормы имел в виду Абрамян, может, он просто вспомнил красивое словосочетание и решил его вставить в свою речь. Во-вторых, почему Армения сама не выполняет нормы международного права, резолюции ООН по поводу оккупированных территорий. Армении на них плевать? Тогда им стоит хотя бы не так активно, пихать это словосочетание во все дыры, которые видны в их пафосных речах, в противном случае к ним самим возникнут неудобные вопросы. В 90-е годы, когда было положено начало современной экономической блокаде Армении, вспоминаются как тяжелые. Армяне цинично сетуют, что из-за войны в Нагорном Карабахе им перестали поступать грузы и газ из Азербайджана. Какая досада, они не ожидали, как говорится, что так будет. В то же время границу с ними закрыла и Турция, прервав всякое сухопутное и воздушное сообщение. Единственным транспортным путем остался грузинский порт Поти и перевал Верхний Ларс, для обеспечения Армении этого не хватает. Армяне пишут слезливые статейки о том, как им было тяжело в 90-е годы, как у них в домах было холодно без азербайджанского газа. Спрашивается, если вам так плохо без Азербайджана и с закрытыми границами, чего же вы полезли в азербайджанский Карабах? Сложно в те времена было всем, так как тогда распалась огромная империя, СССР, однако, одни занимались продуктивным трудом, восстанавливали свои независимые страны, а другие, воспользовавшись столь же тяжелым положением соседей, полезли, как тараканы на свет, в стремлении захватить их земли. В Ереване, может и было холодновато, но еще холоднее было в ход жалы, когда обездоленные люди вынуждены были бежать от смерти в том, в чем их застал обстрел. Если говорить о Турции и причинах закрытия границ, они также напрямую связаны с теми событиями. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря об отношениях между Турцией и Арменией, отметил как-то, Азербайджан не вправе вмешиваться в отношения двух независимых государств. Напомню только, что Турция в 1993 году закрыла границу с Арменией в ответ на агрессию Армении в отношении Азербайджана. Оккупация азербайджанских земель продолжается и по сей день. Учитывая тесные дружеские связи между Азербайджаном и Турцией, вряд ли Армении стоит на что-то надеяться, до того, как она выведет войска с оккупированных территорий. Произойдет ли это в результате мирных договоров или войны, другой вопрос. При этом нельзя забывать, что у армян есть притязания и к Турции напрямую, они считают некоторые ее территории частью мифической Великой Армении, а гору Агрыдак, своей горой, которую они называют Арарат. Таковы армяне, они считают, что если, кто-то по доброте душевной, позволил им жить на тех или иных территориях, то надо устраивать восстание и пытаться развязать войну. Эти цели, например, преследовала в отношении Турции злополучная партия Дашнак Цутюн, которая даже объявила о какой-то мифической турецкой Армении, освобождение которой якобы и стало для них поводом для терроризма. В своих листовках еще в конце 19 века Дашнаки писали, что установят точный час всеобщего восстания в турецкой Армении. И после всего этого, Абрамян лицемерно удивляется, что у них закрыты границы с Азербайджаном и Турцией. Такова, впрочем, суть армян, они постоянно спят и видят сны о своей мифической Великой Армении, мифы о которой прочно вбили им в голову свои же идеологи. Ради этого они готовы пойти на любую подлость, проливать кровь. Но в наше время они понимают, что воевать у них не получится, селенок не хватит, поэтому и стараются жонглировать терминами и давить на жалость. Впрочем, учитывая, что Армения продолжает катиться в тартарары, и там нарастает хаос, получается это у них плохо. Впрочем, так и должно быть, ведь те, кто их слушает, тоже не дураки и понимают всю их лживую суть.